всем привет друзья продолжаем прохождение модификации золотой шара для приключения жека на завершение ну и вот мы уже попали на янтарь здесь нам нужно передать сахарову флешку григория вот эту вот ну а также найти хозяина куклы камерера но сейчас пока разведаем остановку что здесь вообще происходит так здоров здорово служивые не стреляй я не мародер а кто ты разведчик откуда здесь взялся от верблюда пусти мне к мою командиру пожалуйста не положено это режимный объект не сердись солдат я тебе а ты мне хорошо смотря сколько ну назови цену 5 кусков давай держи займет она можешь проходить если что я тебя не видел вот так вот так на двери написано посторонним вход воспрещен интересно кто здесь вообще есть семенов васильев военные военные и все а где сахаров где камерер интересно так а тут что у вас такое арсенал охраны лагеря ладно так наш браво майор делает хорошую мину при плохой по игре хм все равно скоро выяснится что сахарова в бункере нет и он никуда не улетят не улетал день добрый меня зовут джекан я разведчик что вы здесь делаете ну и зачем ты сюда пришел что-то вы не рады меня видеть с чего бы вдруг мы должны быть рады у нас тут как на войне утром твари вечером твари и днем то же самое а тут еще какой-то хмырь вроде тебя как себе мои бойцы пропустили у нас тут режимный объект посторонним ход воспрещен ну пропустили и все чего уж тут не терчай командир лучше расскажи чем вы тут живете и занимаетесь и где ученые я хочу с ними поговорить блин ну ты наглый хотя с виду по описание вроде как не попадаешь какое еще описание а не какое в общем так здесь у нас база научной экспедиции главный ученый профессор сахаров он заведует научными делами делает опыты и все такое прочее я майор ковальчук отвечаю за охрану мои бойцы охраняют базу и ассистентов сахарова во время их опытов все что внутри этого забора база все что снаружи зона ясно тебе вполне так можно поговорить с профессором зачем посоветоваться насчет артефактов нет нельзя он улетел за периметр будет через три дня тогда и приходи странно говорите что улетел а вертолет вон на крыше стоит кого черта тебя вообще здесь нужно пройдяга вали по хорошим а то спокойно я всего лишь тревога что такое ух ты ребят спокойно так ну и что отбили мы эту атаку волну снорков отбились командир пока что отбились но они еще приползут ну так что пустишь теперь к ученым не терчай бродяга но у меня приказ ладно ну и что же мне с тобой делать кукла говорит скоро выяснится что сахарова в бункере и нет что он никуда не улетал да как то тут все мудрена и запутана ладно мы пока сходим обследуем тайник григория посмотрим что он там положил ну вот он код 31 18 31 18 и что тут куртка мародера можно носить дополнительно 25 килограмм ну и зачем она мне сейчас обсечки и дробь конечно немного еще патронов не помешает но опять же зачем они если и так уже выше крыши ну ладно так ну так что же дальше что же дальше что тут за мужик сидит грустит привет порядок о привет земеля слушай у тебя закусить что то есть бухаешь солдата командир что говорит мужик он же в курсе только что он сделает если я единственный механик в лагере бтр то чинить надо а что с ним как что сломался конечно а что ж ты думал думал а нашел где и когда нажираться здесь надо держать ухо востро я и не пью и лечусь понимаешь моя очень больна и чем же ты болен что страхом тут все им болеют периодически слушай мне нужны детали разные там короче ну что бы новое хорошо колеса подшипники баки если что приноси и что же я за это получу денег у тебя точно нет можешь не рассказывать зато есть водка я личную заначку майора распотрошил только ну ты штрих ладно посмотрим детали нужны давай пока ничего нет так кукла про него ничего не говорит а тут что за парни ну и что же нам делать что же нам делать больше ни у кого никаких диалогов нету ну ладно может надо сходить самому на разведку на этот завод ну как бы нас туда никто не отправлял но тем не менее эй разведчик подойди надо поговорить я за контейнером у забора ага опомнились так ну хорошо за контейнером у забора где-то где-то тут да вот он так кукла молчит насчет этого товарища ну давай пообщаемся нет без музыки тут грустно я получил твое сообщение спасибо что откликнулся я краймоха слышал твой разговор с майором он не пустил тебя в бункер верно да он сказал что там карантин никакого карантина там нет слушай разведчик ты должен помочь нам нам это кому мне и профессору Сахарову но он же вроде как улетел никуда он не улетал его похитили кто это сделал мы не знаем я опишу тебе ситуацию сначала здесь было спокойно мутантов мало нападали они редко в основном друг с другом грызлись профессор с ассистентами проводил свои опыты мы их охраняли однажды ночью я заступил на дежурство моей задачей было патрулировать двор вдруг мне так сильно захотелось спать что я не выдержал и уснул прямо под кустом единственное что я смог вспомнить по утру это три каких-то сутулых фигуры в плащах с балахонами а потом выяснилось что Сахарова кто-то похитил прямо из его комнаты майор хочет отдать меня под трибунал но я не виноват похоже мне подсыпали снотворного похитители больше о себе не заявляли мы конечно искали но сержант с помощником ушли прочесывать окрестности завода и пропали майор решил больше не рисковать запер ассистентов в бункере и прекратил поиски но мне кажется что ты опытный разведчик и можешь помочь ведь ты добрался сюда пешком а это о многом говорит прошу тебя найди профессора спаси его от смерти а меня от трибунала ну хорошо расскажи что еще знаешь хорошо слушай полезную информацию очевидно те кто украл Сахарова продолжают следить за нашей базой я прошлой ночью разглядел на соседнем пригорке какую-то фигуру еще я успел заметить что неизвестный вроде как возился с чем-то на земле наверное он обустраивал тайник ты должен сделать так дождаться ночи затем залезть на крышу бункера и наблюдать в прибор ночного видения местность на север если лазутчик появится сразу же не стреляя подожди пока он не найдет свой тайник запомни место нахождения схрона а потом нужно будет притащить тело в лагерь тебе понятен мой план понятен ну зачем тащить труп сюда чтобы показать его майору есть у меня одно предположение которое должно подтвердиться оружие с прицелом и пнв у тебя есть ну а если нету это усложняет дело у меня тоже нет но свд и прибор ночного видения были у одного нашего товарища который недавно утонул в болоте возможно тебе удастся найти его вещи вот координаты только будь осторожен и не спугни лазутчика иначе он спрячется и все пропало ладно так ну уже как бы и скоро ночь совсем скоро совсем совсем скоро ночь надо утонувшего бойца нам найти потом следить за этим товарищем по описанию судя по всему бюреры но зачем сахаров понадобился и как это вообще такое возможно непонятно ладно разберемся так блин а я ж ничего не сбросил надо было сбросить хоть немного барахла а то я сейчас не унесу если что-то найду будем надеяться что оно там не особо тяжелое то что мы найдем в принципе у нас оружие есть но просто ради интереса проверить тоже хочется так ладно вот он труп где-то здесь сейчас посмотрим что там у него ой-ой-ой-ой-ой тут эти аномалии страшные как-то надо пробраться еще сейф с медицинским набором так как же тут пройти вроде вот тут можно ладно пойдем так пнв нашли свд два патрона и бинт берем все и уже перегружены ладно тогда вот это выбрасываем и так же так перегружены блин вот этого я и боялся что же нам делать воды можем выпить нам нужно еще освободить место нам нужно еще освободить место да ну что поделать вот эти патроны мне не особо то и нужны так отлично выбрались и топаем обратно ну вот скинул я часть хабара и понял что можно было там и не оставлять на болоте те патроны поскольку у меня куча ж хрусталей с собой на дополнительный вес ну ладно не велика потеря мне те патроны особо то и не нужны так ну и что теперь нужно дождаться ночи спрятаться на крыше бункера ну вот уже двенадцать двадцать девять и мы на крыше и что так вот появился мужичок так мы должны включить пнв судя по всему где она тут да новый артефакт это невероятно круто да такое пнв конечно фиговое у нас ну ладно что то видно что то видно вот он пошел ковыряется там в каком то хабаре своем и теперь мы должны должны его подстрелить у нас всего два выстрела два выстрела и с первого он уже ложится все отлично так можем идти забирать содержимое тайника и потом еще нужно будет его притащить хорошо ну и что же в этом тайнике молодец где то он вот здесь вот да а в этом тайнике мы находим рацию Егорова интересно ладно вот такой вот бюрер так ну что потащили как тут себя лучше взять за руку лучше ну и вот дотянул я уже практически этого красавца до майора да посмотри командир кого я притащил ну и урод где ты такого нашел подстрелил на ближайшем холме откуда он следил по ночам за вашей базой похоже что это лазутчик скорее всего его послали те кто похитил Сахарова кроме того в его мешке я обнаружил рацию откуда ты знаешь что его похитили впрочем я догадываюсь кто то из моих бойцов проболтался ладно признаюсь честно я думал что профессора украли бандиты ведь плащи с балахонами здесь носят всякие криминальные утырки чтобы скрывать свою внешность и втираться в доверие но теперь я вижу что это какие то уродцы карлики да и рация наша ее носил с собой сержант Егоров который пропал ты вроде как знаешь зону что можешь сказать насчет всего этого я видел много мутантов те из них которые похожи на людей скорее всего являются жертвами секретных экспериментов их бросили в зоне после второй аварии очевидно что мы имеем дело с такими же жертвами допустим но зачем они за нами следят чтобы узнать это нужно найти их логово а заодно спасти профессора Сахарова если он еще жив почему ты не организуешь серьезные поиски во-первых после исчезновения ученого из штаба поступил строгий приказ всем военным запрещено покидать территорию базы а ученым нельзя выходить из бункера скоро сюда прибудет военная вертушка и заберет оставшихся ассистентов потому что без Сахарова они не могут продолжать научные опыты во-вторых я уже отправил сержанта и рядового на поиски но они пропали без вести три дня назад кстати за все это с меня спросят по прибытию домой вряд ли я отделаюсь отставкой скорее всего придется тянуть срок и чем больше моих людей вернется живыми из зоны тем меньше лет я проведу за решеткой положение у вас критическое но я хочу помочь я притащил этого мутанта к тебе чтобы ты мне поверил если не хочешь жертвовать своими людьми то я сам отправлюсь на поиски пропавших дай мне координаты места откуда последний раз выходили на связь пропавшие бойцы да теперь я вижу что ты честный малый если сможешь вернуть Сахарова то я тебя озолочу вся надежда на себя разведчик я не подведу тогда вот те координаты это в районе заброшенного завода Янтарь недалеко от входа отлично так еще дает патроны разные аптечки пайки антирады и бупрофен хорошо заложник обстоятельств связаться с пропавшим военным который где-то здесь пропал да прикольно спасибо ну что давайте сейчас поспим снимем только этот артефакт сколько у нас там 2 часа ночи хотя бы 3 часа поспим уже будет посветлее так ну и можно отправляться можно в принципе отравляться только мне столько собой вещей наверное не пригодится по крайней мере вот эти вот патроны можно оставить тут так руку возьмем с собой мало ли что все ну и в принципе все остальное тоже может нам пригодится столько этих нам тоже не надо еда еда вообще возможно нам уже и не пригодится поскольку у нас аномальные батоны ну можем немного оставить на всякий случай мало ли что ну и в принципе все можем отправляться можем отправляться так а конечно же вот это еще нам не надо спасибо огромное так ну и пойдем на разведку пойдем на разведку к этому заводу пойдем посмотрим что же там происходит ну вот направляюсь я в сторону артефакт завода здесь у нас целая куча снорков посмотрите прям кишмя кишит сейчас мы им туда раз граната два три бегом отсюда так ну и оставшихся будем добивать будем добивать оставшихся кто тут еще ползает хотя вообще возможно будет даже лучше скалаша лучше и быстрее только снимем прицел так парни спокойно вон сидит грубка сейчас мы им так 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 этих так уже добьем ну что получили да скалаша определенно быстрее все вот вроде бы и все так ну что ж отлично тут багажники не открываются никакие можем еще по пути забежать проверить автобус может там чего интересного колесо так колесо этому товарищу мы потом отнесем хорошо больше ничего так а тут в этой куче тут тоже ничего ладно двигаем дальше двигаем дальше и мы уже практически прибежали нет без музыки тут грустно так и смотрите-ка на миникарте труп и какой-то товарищ сержант Егоров а здесь все забаррикадировано интересно так мужики что же что же с тобой делать вон он сидит вон он сидит и сидит с рацией слушает рацию ладно сейчас мы с тобой тогда свяжемся вот твоя рация ты походу взял рацию своего товарища который погиб ну сейчас мы с тобой попробуем связаться прием прием на связи сержант Егоров прием это разведчик прошу помощи я заблокирован в одном из зданий на территории завода припасы закончились чем я могу помочь ворота завалены я подскажу способ как попасть сюда окей а где профессор вы нашли его да я знаю где он находится но самому мне не справиться слушай внимательно пойди пойдете направо вдоль стены и найдете три гаража за ними я спрятал веревку с ее помощью можно перебраться через забор но берегитесь карликов они охраняют двор я нахожусь в большом цехе справа от ворот понял так меня уже кто-то видит меня уже кто-то видит так ну вот она это нычка фержанта Егорова так вот так и веревку находим с крюком для перелазивания через высокие стены где-то здесь вот надо будет попробовать перелезть давайте попробуем используем и перелазим через этот забор так мы здесь отлично сейчас нужно как-то аккуратно пробраться к Егорову ух ты не успели как дубль 2 а дубль 2 сейчас мы будем поаккуратней так вон там ходит карлик Ну и как же нам пробраться, чтобы нас не заметили? Ладно, тихонько, тихонько. Не понял, тут что, эхо было? А ну-ка, скажи еще раз что-нибудь. Молодец. Обалдеть. Что происходит? Так, ну что? Я здесь, как обстановка. Дела идут хреново. Мы с Кравцовым пробрались сюда, когда проход еще был свободен. Карлики встретили нас, и мы ничего не смогли им сделать. Почему? Не знаю, мои руки опустились, ноги сковало. Ни я, ни рядовой не смогли открыть по ним огонь. Похоже, эти твари очень хитрые и понимают, что без оружия мы ничего им не сделаем. А как ты очутился здесь? И где второй боец? Они оглушили его железной бочкой. Я ползком добрался сюда, пока они его добивали. Что самое стрёмное, странное, окружающие предметы им повинуются. Они поднимают их в воздух и швыряют на дальнее расстояние с большой силой. Если честно, то не знал, что и делать. Хорошо, что ты пришел. Кстати, кто ты? Я же говорил, что я разведчик. Меня прислали за профессором. Расскажи подробно, где он. Через окно я наблюдал за высоким зданием напротив и видел его в одном из окон. С ним были и эти карлики. Они толкали его и куда-то тащили. Что-то они замыслили, эти твари. И... Что предложишь? Судя по всему, карликов там немало. Убить их очень сложно, потому действовать будем с предельной осторожностью. Сначала разберемся с теми, что патрулирует двор, их трое, и я давно слежу за ними. Ты будешь отвлекать их, а я пользуюсь моментом, ликвидируя мутантов по очереди и свои бесшумные винтовки. Хорошо, но как же их отвлечь? Покажись им на глаза и сразу же спрячься. Тварь остановится на месте, чтобы швырнуть в тебя предмет, а я ее сниму. Главное поставьте летающих бочек и ящиков, бьют они сильно. Когда ликвидируем охраняющих двор, проберемся в большое здание. Ну, договорились. Так, хорошо. Занимай позицию. У нас появилось задание лицензии на отстрел. Убить трех карликов-охранников. Так, ладно. Кстати, батон же надо повесить на пояс. Ну что? Ой-ой-ой-ой. И куда тут прятаться? Еще вопрос. Ну ладно, сейчас попробуем. Сейчас попробуем. Так, а вот здесь вот какое-то укромное местечко. А ну-ка. Давайте, я тут. Заметьте меня. Вот он я. Чихо-чихо. Нифига себе. Так, ладно. Попробуем еще раз. Ну что? Эй. Товарищ. Куда же ты? Иди сюда. Может мы пока обыщем этого... Второго бойца. Ладно. Мы с этим попозже. В трубу спрятаться. Хотя они могут и в трубу закинуть. Я снял одного. Отлично. Так, ну что ж тут за труп? Что от него осталось? Осталась только... Осветительная граната. Ладно, пойдем за следующим. Пойдем за следующим. Вон он бегает. Молодец. Да, действительно эхо тут. Деньга, сейчас я эту суку сниму. Давай. Ух ты. Блин, быстрее в трубу. Быстрее в трубу. В смысле готов-готов-готов. Ты что, двоих сразу? Ну ты, блин, стрелок. Ворошиловский. Ну ты даешь. Все, пробраться в здание теперь. Так, мужик. А ты со мной не пойдешь? Можно с тобой поговорить еще? Нет, он молчит. Ладно, я понял. Хорошо, тогда мы пойдем одни. Посмотрим, что там. Ну а ты, если что... Будем надеяться, ты нас спасешь. У тебя же виндорезы. Ты так стреляешь метко? Как ты вообще их пострелил? Обалдеть. Ну ладно. Так, ну и что тут? Что тут и как? Ого, тут закрыто все. Не понял. Ё-моё. Это что еще было? Обалдеть, бочка свалилась. С крыши. Я даже ничего не успел нажать. Хотя там была вроде надпись «Открыть дверь» или что-то такое. Что это за товарищ? А вот кого-нибудь ждем? Этот уродец вытрясет из себя душу даже на расстоянии. Не попадайся ему на глаза и защищай туловище от его атак. Обалдеть. Все у нас забрали. И теперь похитили уже нас. «Очнись, унтерменш». «Это ты, паскуда, мне бочку на голову скинул?» «Хе-хе». «Но так лучше не отвечать. Что ты такое?» «Мы, бюреры». «Я, король бюреров». «А ты, унтерменш». «Что еще за бюреры-фюреры?» «Унтерменш?» «Где-то я это уже слышал». «Мы являемся высшей расой на этой земле». «Я от лица всех бюреров имею полное право заявить, что мы ведем свое происхождение от божественных созданий». «В доисторические времена живших на этом месте». «По-моему, вы просто карлики-уродцы, выведенные в пробирки для опытов». «Еще раз назовешь нас, бюреров, уродцами, и я прихожу своим слугам размажить твою тупую башку». «Ясно тебе, примитивное создание». «Ваши аргументы убедительны, товарищ король». «Вот и славно. Не думай, что я тупой мутант. Я, как ты уже убедился, умею разговаривать на вашем «унтерменшинском языке», а также писать и читать. «Ты жив только потому, что я велел своим подданным не трогать до поры до времени тебя». «А что вашему величеству от меня нужно?» «Мы, бюреры, произошли от древних морийцев, божественных и могуществых существ, живших очень давно. Наши славные предки создали нас за тем, чтобы мы развивались и размножались, владели этой землей. Однако потом морийцы ушли, и вместо них появились вы, люди. Я зову вас «унтерменшами», потому что вы меньше, хуже нас по расовому происхождению. Вы произошли от обезьян, а мы от богов». «Знакомые идеологи?» «Что ты можешь об этом знать? Ничтожество. Но лучше дальше слушай. Поскольку только мы, бюреры, потомки морийцев, имеем право проживать на земле, то ваша жалкая порода людей должна быть уничтожена. Это первое». «Интересно, как ты и кучка твоих поданных планирует это сделать?» «У нас есть секретное оружие. Оружие возмездия. Возмездие за годы изоляции в сырых подземельях. Однако подлые «унтерменши» испортили его. Я планирую подчинить его и задействовать как можно скорее. И ты должен сыграть в этом свою роль». «И что это будет?» «Оружие возмездия находится под землей, как раз под нами. Мы, бюреры, не смогли его починить, но поймали одного человека, унтерменша, который может это сделать. Он уже три дня занимается ремонтом, но сам не справляется. Теперь, когда ты нагло ворвался в наше королевство, ты поможешь нам. Спустишься вниз и вместе с ученым унтерменшем отремонтируйте оружие возмездия. Тебе все ясно? Дважды повторять не буду». «Выбора нет. Ведите». «Выйди из комнаты и сойди по лестнице. В самом низу будет дверь. Вместе с тобой отправится мой советник и охрана, чтобы ты не вздумал сбежать». «Куда там?» «Я тебя понял». «Так, что у вас тут еще такое?» «Ого!» «Заныкали товарищи под диван». «Ладно». «Так, интересно, наверх подняться можно? Ради интереса». «Сейчас, погодите». «Ребята, что у вас наверху там?» «Нет, наверху ничего нету». «Ну а выйти?» «Нет, F не работает». «Ладно, хорошо». «Я понял». «Все, тогда спускаемся вниз». «Спускаемся вниз». «Что у вас тут?» «Ребята». «Ничего интересного, да?» «Ребята». «То тоже не выйти». «То тоже не выйти». «Ну да, выбора у нас нет». «Спускаемся вниз». «И вот она дверь». «Ну вот она дверь и мы переходим в лабораторию X-16». «Вот мы уже и внизу». «Так, а что это у вас там за собрание такое?» Следуй за мной и не отставай. Хорошо. Ё-моё. Обалдеть. Погоди, мужик. Что они сказали? Ещё разок? Ладно, неважно. Быстрее бежим. Так, тут по пути ничего. Найти нельзя интересного. Ого! Нифига себе ящиков. У нас ножа ничего нету. Так, ладно. Бинокль нашли. Вижу потёртый дневник, всего пять страниц. Но там кое-что интересное. Где ты его видишь? Интересно. Так, нашли уголёк. Уголёк. В принципе, пока можем повесить. Там посмотрим. Так, что у нас тут есть? Еда, аптечка, антирады, спички. Вот тут-то не сломали ещё колбасу нашли. И вот тут что-то. Кефир. Ну хорошо, кое-что нашли. С голоду не помврём. Так, вот эти ящики мы никак не разобьём. А про какой надневник эта кукла говорила, что-то я так и не понял. Что-то ничего тут не лежит, пока не видно. Угу. И ещё куча. Ещё куча ящиков. Сейчас мы их все разобьём. Аптечки, всё это добро. Очень нужно. Очень нужно это добро. Конечно, хотелось бы ножик. Ножик какой-нибудь. Ножик или хотя бы что-нибудь колющее-режущее. Ну. Ещё аптечка. Ещё аптечка. Крысы. Колбаса. Вроде всё разбил. Так, ну вот уже. Уже неплохо. Интересно, если вернуться. Спасибо огромное. Они ничего со мной не сделают? Я там просто туалет пропустил. Мало ли, может там чего-то тоже полезного есть. Так, ребята. Да, ещё разок. А я проверю туалет. Тут друг сидит, скучает. Ну, вроде больше ничего. Ладно, всё, тогда бежим. Да, бежим быстрее. Можем ещё залезть наверх. Мало ли, может тут чего. Может быть. Нет. Нет. И мы уже пить хотим. Блин, если бы я знал, так надо было попить перед тем, как они меня словили. Ну, у нас есть два кефира. Два кефира. Не знаю, сколько мы тут будем сидеть, но пока что... Пока что пить я не буду. Сделаем это чуть позже. Не понял, это что, от жажды у меня сейчас здоровье упало? Нет, всё-таки обалденное место. Нигде больше. Слушай, ну вот давай хотя бы здесь не будем уже. Пробалденное место. Так, может ты чего тут застрял? Иди в этот зал и поднимайся по лестницам на самый верх. Там в комнате под потолком тебя ждёт твой товарищ. А ты чего застрял-то? Ладно, будем надеяться, что всё отлично у него. А мы идём в комнату под потолком. Да, и тут сидит профессор Сахаров. Молодец. Отлично. Так, а вон лежит какая-то бумажка. Может, это дневник? Здесь ничего не сделаешь. Такую баночку мы уже находили на окраине зоны. Страница дневника. И что здесь? Меня зовут Иван Шульженко. Я старший лаборант. В этот подземный научный комплекс я попал против своей воли. Мой отпуск отменили и добровольно, принудительно заставили подписать договор на сотрудничество с какой-то липовой фирмой. А на следующий день прямо с позаранку ко мне домой припёрлись двое в погонах и доставили сюда. Поначалу я струхнул, думал, что раскрылась моя маленькая тайна, но потом выяснилось, что это проделки профессора Кайманова. Якобы он давно выделил меня как способного работника. Теперь у него свои проекты военные, с которыми он работает. Хватает тех людей из младшего научного персонала, на которых он указал и тащат сюда. Ладно, я не в обиде. Отчасти потому, что сумма, прописанная в договоре, меня приятно удивила. Другой вопрос, почему так поспешно и скрытно? Впрочем, это станет ясно, когда мы начнём работу. Офицер безопасности провёл мне инструктаж, в котором строго-настрого было запрещено покидать пределы комплекса до кончания контракта. Ну что же, надо потерпеть. Тем более, что меня они не обыскали. Я смог пронести с собой всё, чтобы продолжить работу над моей маленькой тайной. Интересно. Так, ладно. Это только первая часть? Это только первая часть. А вот вторая. Чуть не пропустили. Так. Ну, посмотрим, что же было дальше. Работа в подземной лаборатории кипит. Профессор работает без обеда. Он полностью вкладывается в этот проект. Какая-то странная технологическая установка в огромном сферическом зале. У меня не хватает данных, чтобы точно сказать, что это такое, однако выглядит как некий аквариум, в который они хотят закачать специальный физраствор. Но что будет плавать в этом аквариуме? Ладно, меня это не особо беспокоит. Вчера я закончил переписывать предпоследнюю главу. Да, всё-таки этот человек был гением. Именно расовая принадлежность является основной силой, способной сплотить вокруг себя настоящих людей. Я не побоюсь этого слова, но всё же, если бы представить, что тогда в 43-м дела пошли бы по-другому, мы бы жили в ином мире. Я уверен, что в лучшем, чем теперешний. Но, может быть, и вообще не жили. Так. И что дальше? Что же дальше? Вот следующая часть. Эти ящики никак не сломать. А если интересно, его туда пихнуть? Может, он разобьётся там внизу? Бабах! О! Ёк-моё! Вот это да! Вот это там выпал костюмчик. А в этом что? Только мы сейчас его так же аккуратненько... Так, можем туда спуститься, однако там кислотная аномалия, и вообще комбез этот, может, уже и сломался. Так. Третья часть. Третья часть. Очень хорошо, что не все экземпляры книги были уничтожены. Этот последний кто-то вырвал прямо из огня, не иначе. Проклятая система. Она уничтожает лучшее, что есть в этом мире. Ненавижу. Как же я ненавижу эти рожи, каждый день вертящиеся вокруг меня. Эту систему надо сломать, и моя маленькая тайна станет тем детонатором, который вскипятит массы, направит их в святой гнев против гнилой власти, против конформизма и устаревших принципов морали. Правым должен быть только сильный. Вот догма, которую я должен донести до всех. Смерть системе. Смерть всем, кто против перемен. Это будет естественный отбор нового вида. Люди будут выходить на улицы и ломать систему, сокрушая все, что связано с ней. Долой законы. Долой управление. Долой истеблишмент. Когда мы, новые, сильные, молодые люди единой расы, сметем это все, сотрем его с лица земли, то в новом мире начнут рождаться новые люди. Это будут люди только одной расы. Рослые, сильные, красивые, без физических и моральных уродств. Они покорят весь мир, а затем поднимутся до звезд. Ладно, за костюмом сходим, может, попозже. Будем надеяться, что ничего страшного тут с нами не произойдет. Так, очередной листок. Ну и что ж дальше? Да, кажется, вчера я немного переборщил с морфином. Не надо было увеличивать дозу. Впрочем, мне уже все равно. Сегодня работал плохо, сил не было. Притворился больным и ушел на часок другой якобы в медпункт. А на самом деле спрятался на складе, для того, чтобы еще раз перечитать маленькую тайну. Нужно как следует проверить текст на наличие ошибок и неточностей, ведь скоро начнется самиздат. Вдруг раздались голоса, зашумели моторы, это на склад привезли какие-то контейнеры. Я хотел уйти, но меня заинтересовал разговор коменданта и какого-то военного. Они спорили о том, кто должен распоряжаться новым грузом. Похоже, что эти ящики привезли к нам по ошибке. Тупые недолюди. Что в них с них взять? Я хотел было уйти, но вдруг заметил, что одна из досок ближайшего контейнера отодвинулась, и оттуда показалась чья-то маленькая черная голова. Обезьяна? Видимо, это подопытное животное. Вдруг существенно резво притеснулась через образовавшуюся щель и спрыгнула на пол. У меня душа ушла в пятки, потому что я понял, что это не обезьяна. Уродливый маленький человек, карлик, сутулый и сморщенный. Дрянь какая-то. Это все военные со своими опытами. Вродец, между тем, не теряя времени, зря подбежал к соседнему ящику и отломал от него доску. Образовавшееся отверстие высунулось и стала протискиваться наружу еще одна такая же тварь. Они устраивали побег. Ну и потом вот выросли в таких вот красавцев, которые похитили Сахарова и нам тоже тут не дают проходу. Вроде тут больше ничего нету. Главное же не пропустить. Интересно, что там дальше. Что там дальше? Вот следующий листок. Пятая часть. Спасибо огромное. Кстати, эхо уже пропало, потому что мы, наверное, подальше от этих бюреров отошли. Как все нелепо, боже мой! Вчера я стал свидетелем побега подопытных уродцев из своих клеток на складе. Но как только я бросился искать офистора безопасности, началась тревога. Все бегали и орали друг на друга в панике, а затем по громкой связи объявили об экстренной эвакуации. Громкий голос четко сказал, что на все дается один единственный час и что брать личные вещи запрещено. Кто не успеет, то пусть пеняет сам на себя, потому что по истечению времени двери лаборатории будут запечатаны. Услышав это, все бросились к выходу. Кого-то затоптали. Я кинулся в свою комнату, чтобы забрать маленькую тайну, но уже под дверью обнаружил, что в давке потерял ключ. Нужно было спасаться. О, черт. Теперь сижу один в темноте, а дверь уже запечатана, потому что я не успел. И успел бы. Но моя тайна... Моя маленькая тайна. Ладно, хорошо. Надо собраться с мыслями и вспомнить, куда я положил оставшийся морфин. Какая-то маленькая черная тень зашевелилась в углу. Неужели еще кто-то не спасся? Нет, это те самые уродцы со склада. Впрочем, это все уже не имеет никакого значения. Да, и наш Иван так и не спасся. Ну что же. Ну вот он, профессор Сахаров. Что-то тут думает насчет чего-то. Ну, давайте с ним уже пообщаемся в следующей серии. А на этом эту часть я завершаю. Всем спасибо за просмотр. С вами был Хьюк. Всем удачи. И пока. Молодец. Что-то тут у нас.